Планы большие, намерения тоже. Стать генералом мне смелость поможет. Смело и красиво и в погонах. В жизни эти девушки ведут воинский учет сотрудников, организуют мобилизационную подготовку и проводят лекции по гражданской обороне. На протяжении последних двух дней они сражаются за титул МИС Уголовно-Исполнительной системы. И этот конкурс точно не похож на типичный конкурс красоты. Мы вчера сдавали зачеты, и я устала и спала как убитая. Поэтому не особо нервничала ночью. Не любая девушка, которая просто мелодидным лицом может быть допущена к участию в данном конкурсе. У нас есть обязательное требование. Это то, что конкурсантка должна отслужить не менее трех лет уже в ГУН-Исполнительной системе, иметь довольно высокий профессиональный и служебный уровень. 24, ниже, ниже, 25, 26. Испытания по огневой и физической подготовке, тесты на знание нормативно-правовой базы. Чтобы получить заветную корону, важно иметь хорошие служебные и боевые оценки. Много кто узнал, что я все-таки лейтенант внутренней службы, что я уже работаю в исправительной колонии. И были, ну, правда, дико даже удивлены, что они мне говорили, по тебе не скажешь, что ты работаешь в такой структуре. Два дня испытаний стресса и ожидания. Титул МИС Уголовно-Исполнительной системы присуждается старшему лейтенанту внутренней службы Анне Кольченко. Несколько лет девушка работает в пресс-службе УФСИН. Я понимаю, насколько это сложно перешагнуть через вот эту ступень, что ты сотрудник, потому что погоны накладывают на себя какие-то ограничения. Ну, ты уже не можешь настолько свободным, там, безобразничать в обществе. И поэтому это все, кто здесь сегодня находится, они уже в какой-то мере победители. Победили себя, победили свой страх выйти на сцену, вспомнили все свои таланты. Кстати, на стрельбах Анна показала лучший результат 28 очков из 30. Теперь ей предстоит попасть в цель на следующем этапе всероссийского конкурса. Ирина Корчегина, Андрей Печоркин, Иван Сухасыр. День с толком.